Здравствуйте, уважаемые студенты! Начинаем открытое занятие по дисциплине современный русский литературный процесс. Тема сегодняшней лекции – формирование постмодернизма в русской литературе второй половины XX века. И второй вопрос, главный для нас будет, это поэма Венедикта Ерофеева «Москва-петушки». Итак, что такое постмодернизм? Термин говорит о том, что это какое-то явление, какая-то категория, которая появилась после модернизма. Модернизм существовал в европейской, в русской, в мировой культуре и в литературе в начале XX века. Крупные, серьезные явления, они не пропадают. От них всегда остаются определенные традиции. И поэтому модернизм как таковой, как направление, может быть, сегодня уже не столь актуален. Он ушел в прошлое, но его методы, его достижения, его культурные ценности, они никуда не делись. И поэтому, отталкиваясь от прошлого, от модернизма, уже в новых исторических условиях, во второй половине XX века, очень сильно на это, конечно, повлияла и Вторая мировая война, которая перевернула сознание людей. Но один из крупных мыслителей второй половины XX века сказал, как можно писать музыку, стихи после Освенцима. То есть он имеет в виду ужасы Второй мировой войны, массовая смерть людей в газовых камерах и так далее. То есть понятно, что человек столкнулся с совершенно другой реальностью и связи между человеком и реальностью стали другими. Ну и вот очень много художественных эстетических концепций появилось, которые в конечном итоге получили такое обобщенное название постмодернизм. Я не буду много тратить времени на характеристику этого явления. Оно достаточно изучено. Просто сделать обычный запрос по поводу постмодернизма в интернете, и вы получите, начиная от Википедии и кончая серьезными исследованиями, где будет и то, что я сейчас назову, перечислены основные признаки постмодернизма. Почему я не буду их теоретически объяснять? Потому что это разговор долгий, у нас просто времени на это не хватит. И мы эти явления, которые я сейчас назову, будем рассматривать как раз-таки на примере поэмы Ерофеева «Москва и петушки». Так что такое постмодернизм все-таки? Какие есть признаки? Я больше буду говорить о русском постмодернизме, потому что он немного отличается от европейского. Это естественно. Каждая национальная литература имеет свои особенности. Так вот, русская литература, начиная с древнерусского периода, всегда отличалась стремлением учить людей жить. То есть вот это вот учительство, литература давала людям нравственные законы, принципы, которые люди в жизни не находили, а им хотелось все-таки найти какую-то опору для своего существования. Ну, понятно, что в древности это были религиозные ценности, потом они менялись социально-политическими, государственными какими-то установками и так далее, и так далее. То есть все ценности. И литература не обязательно ко всему этому обращалась. То есть она превратилась в своего рода в человековедение. Но горький писатель назвал инженерами человеческих душ. И поэтому, начиная особенно со второй половины XX века, это Чернышевский с его политическими направлениями, идеями, это Толстой, Достоевский. Они все время пытались человека чему-то, ну, чему-то хорошему научить. Я о Толстом только скажу. Он сформулировал теорию самосовершенствования человека. Смысл ее заключается в том, что человек в конце жизни должен стать лучше, чем он был в начале. То есть мы должны в себе воспитывать все самое лучшее, все самое хорошее. Так вот, литература постмодернизма от этого отказалась. Литература перестала быть антропоморфичной. Этот принцип ушел. Литература перестала ориентироваться на человека как такового. Перестала учить его морали, нравственности, какие-то развивать дидактические и прочие идеи. И литература превратилась, ну, по сути дела, в искусство, если хотите, даже в развлечение. Второе, что произошло в постмодернизме, это отказ от изображения реальности. Ну, вы скажете, как это может быть? Мы же читаем произведения, а там изображаются люди, изображаются какие-то события. Дело в том, что постмодернизмы играют с реальностью. Они, постмодернисты, стремятся отойти от реальности как таковой, а показать образ реальности, показать свое отношение к реальности. То есть, возникает как бы копия реальности. Ну, и появился такой даже термин западноевропейский, он и в русской теоретической мысли существует, симулякор. Слово не очень такое приятное на слух, но оно близко восходит к глаголу симуляция. Вот когда мы говорим, человек болеет, а на самом деле он не болеет, а симулирует болезнь. Говорит там у меня грипп, насморк, я не могу в зум никак выйти. Как будто, да, человек умирает. На самом деле это симуляция. И никто в это по-настоящему не верит. Так вот, постмодернизм создает такую реальность, которая на нее вроде бы похожа, но на самом деле это не реальность. То есть, если мы продолжим какие-то такие сравнения. Вот есть оригинал документа с подписью человека, с печатью. Мы делаем ксерокс. Даже если мы его делаем цветной, где будет синяя печать и синяя подпись. Но это все равно не оригинал. Это копия оригинала, которая никак не может быть настоящим документом и настоящим фактом жизни. А что же тогда является изображением в постмодернизме? А вот вся прошлая литература, вся прошлая культура, все прошлые образы, которые там созданы. И поэтому возникает сразу такое явление, как интертекстуальность. То есть, взаимодействие между текстами. Интертекст. Произведения постмодернистов, они просто наполнены до отказа цитатами из всех возможных источников, которые нравятся там авторам и которые увлекаются какими-то идеями. У Виктора Пелевина это буддизм. У Ерофеева это обращение Карлу Марксу Толстому, Достоевскому, Энгельсу к Библии и так далее. То есть, огромное количество немецких философов, прежде всего, Эммануил Канн, Шопенгауэр. То есть, герой, которого автор делает, с одной стороны, алкоголиком, с другой стороны, человеком, необыкновенно погруженным в эту культурную и духовную жизнь прошлых эпох. Ну вот, таким образом, мы с вами постепенно уже, я считаю, обратились к Ерофееву. Несколько слов скажу о его биографии, чтобы потом расставить определенные точки, важные точки взаимодействия автора и героя его произведения. Итак, Венедикт Ерофеев считается автором, который написал первый русский постмодернистский текст. Родился он в 1938 году, прожил недолго, умер в 1990. Ну вот, можете посмотреть, да, хотя бы маленькую такую картиночку. В интернете много интересных фотографий Венедикта Ерофеева. Умер он от тяжелой болезни, у него был рак горла. Обратите внимание на эту деталь, в самом конце я к ней еще вернусь. Учился в нескольких вузах, в родном Владимире, где он родился, в пединституте, учился в МГУ. Ни один университет не закончил. Почему? Потому что он не вписывался в ту советскую систему образования, идеологическую. Был человеком непредсказуемым, был человеком неожиданным, часто совершал поступки, вступал в конфликты, ну и тому подобное. Тем не менее, он обладал великолепной памятью, запоминал огромное количество информации. И хотя ничего не забывал, тем не менее, он, важная деталь, оставил после его смерти, остались 10 записных книжек. Но не маленькие книжки, а он брал такие огромные общие тетради и все исписывал различными набросками, фактами, разговорами с людьми и так далее. Тоже к этому факту биографии вернемся. Ну и дальше ездил много по стране, вплоть до Сибири, был в нашем регионе, в Центральной Азии, в Таджикистане, работал там лаборантом на каких-то санэпидстанциях. Много пил. Об этом сейчас будем говорить. Пил ни сок, ни воду, пил алкогольные напитки. Наверное, поэтому все-таки у него рак и развился. И объяснение вот этого реального факта и этих реальных фактов жизни Виктора Венедикта Ерофеева нам очень важно. Почему? А потому что главный герой вот этого произведения, вот, надеюсь, его видно, Ерофеев, Москва и петушки. Там изображены вот тут что? Бутылки с алкогольными напитками. Так вот, главным героем этого произведения является Венедикт Ерофеев. Автор как будто вывел самого себя в качестве героя. Странное для вас, может быть, название. Переворачиваю книжку и показываю вам. Вот какая-то схема, ее, может быть, не очень хорошо видно. Но кто будет эту книжку читать, а прочитать ее надо обязательно, вы поймете, о чем идет речь. Название «Москва. Петушки» – это маршрут электрического, электрического поезда, который идет из Москвы до маленького районного городка во Владимирской области, который называется «Петушки». Так вот, герой стремится из Москвы поехать в «Петушки». И вот на обороте книжки есть как раз схема этого маршрута. Там всего где-то 180 километров, наверное, до Владимира областного центра. Там 200 с чем-то километров. То есть за два сколько-то часа, с минутами, на этом поезде туда можно доехать. Начнем с того, что представляет собой место и время действия, так называемый хронотоп. С одной стороны, Москва. Что такое Москва? Вот здесь постмодернисты как раз-таки играют с такими понятиями, нашими стереотипами. В советское время говорили и сейчас продолжают говорить. Москва – это сердце нашей Родины. Это символ государства. Это Кремль, прежде всего. Это президент, правительство и все остальное, что с этим связано. То есть это огромный город. Петушки, кто про него слышал? Да никто не слышал, пока не написал. Венедикт Ерофеев не опубликовал. С большим трудом опубликовал. Это отдельный разговор. Надо это посмотреть на практических занятиях. Почему так долго эту книжку не опубликовали? Она, кстати, была написана в 1969-м. В 1970-м году. Начало опубликовано спустя много лет в маленьких отрывках. В журнале «Культура и трезвость» был такой журнал. А уже полностью опубликовано только во время перестройки. В 1989-м году. То есть буквально перед смертью самого автора. Так вот, Петушки – маленький городок, который здесь, в этой книжке, представлен как рай на земле. Там все время цветет жасмин. Он никогда не отцветает, хотя там якобы в реальном городе есть зима. Но здесь, в литературном городе, который изображает Ерофеев, это вечная весна. Там живет его любимая, которая изображается в самых разных ипостасях. Это и любовница, это и любовь, это и мать-ребенка. Это прекрасная женщина, у которой волосы там до пояса достают. А ресницы у нее такие длинные, что они длиннее, чем волосы у вас на голове. То есть это я цитирую слово в слово тот портрет, который создает нам Венедикт Ерофеев. Там мальчик трех лет, который ждет, когда приедет Венечка и привезет ему стакан орехов, который он от него ждет. Венечка едет и несколько раз уже едет на поезде, но, к сожалению, никак не может добраться до этого земного рая на земле. То есть тут срабатывает старое, опять же таки, что идея, стереотип нашего мышления. На земле нам плохо, все мы стремимся попасть в рай, но неизвестно, попадем мы туда или не попадем. Что такое электричка? Почему за два часа Венедикт Ерофеев никак не может доехать? А дело в том, что электричка – это такой поезд, который может двигаться и вперед, и назад. У него впереди есть мотор, скажем так, и сзади есть мотор, там двигатель. И он идет по прямой линии из Москвы, он уезжает с Курского вокзала, там тупик, дальше ехать некуда. И доезжает до Петушков, там тоже тупик. То есть он приезжает по расписанию, постоит там 10 минут, то надо выходит, заходят новые люди и из Петушков едут туда, назад, в Москву. Так вот, наш герой так много пьет, пьет он много и постоянно, он постоянно описывает свое вот это пьянство, свой вот этот алкоголизм, что в какой-то момент, не очень понятно, как это происходит, в тексте много загадок, в этом тоже особенности постмодернизма. Автор не дает нам ответа на вопросы. И отсюда, что возрастает роль читателя. Каждый читатель может придумать свой ответ на вопрос. Если я раньше вам говорил, что важнее всего для понимания произведения текст, то теперь у постмодернистов очень важен не только текст, но и читатель. Вы можете придумать множество различных толкований, интерпретаций, и все они будут правильными. Никто вам не скажет, что ты не прав. Потому что это другая реальность художественная, эстетическая. Так вот, не получается у него доехать, он, видимо, по дороге где-то там напьется, уснет, поезд постоит в петушках, уезжает назад, а он не успевает выйти и снова в результате оказывается в Москве, которую он ненавидит. Потому что это скученность народа, это казармы, это душные дома. Это не моя характеристика, это характеристика Москвы, которая есть в этом произведении. Так кто такой в конечном итоге у нас Венечка Ерофеев? Алкоголик? Да, если человек много пьет, если в жизни пьяный человек это очень неприятный человек, то в этом произведении ничего неприятного, будем так говорить, нет. Лучше всех на этот вопрос дал комментарий другой писатель, постмодернист Сорокин. Когда у него спросили, почему у него в произведениях так много грязи, так много всякой мерзости, так много смертей, он так удивленно, спокойно сказал. Но ведь это же просто слова. То есть он не изображает смерть, он не изображает человеческую грязь, он просто описывает это словами. А в словах нет ничего грязного. То же самое и происходит с пьянством, с алкоголизмом и со всем остальным Венечки Ерофеева. Поэтому его стремление в этом мире, в котором он потерянный, маленький человек, найти какие-то выходы, найти какую-то точку опоры. Ну и, видимо, он слаб по своему характеру, и поэтому слабые люди часто обращаются все-таки к алкоголю. В чем заключается его проблема? А в том, что мир вокруг него полон абсурда, бессмыслицы. То есть ему не хочется ни жить в этом мире, ни работать, ни копить деньги. Он погружен во что-то другое. Во что другое? А дело в том, что из абсурда обычно вырастает хаос. И это еще один признак постмодернизма. Когда между причиной и следствием рвутся связи. Мы не понимаем, что главное, что второстепенное. Что имеет значение в вечности, а что важнее в сегодняшний день. И поэтому стремиться сделать в этом пьянстве Венечка Ерофеев найти какую-то логику. В этой логике он пытается опереться и преодолеть хаос. Вот картинки, может быть, видно, вот тут две такие схемочки есть. Одна такая ровненькая линия с какими-то зубчиками, а другая какие-то горы, какие-то долины, какие-то впадинки. Еще тут есть одна схема, показывать уже не буду. Что это такое? Когда Венечка Ерофеев был бригадиром, и он, я вам говорил, записные книжки ввел, реальный писатель, а его герой взял и вот таким образом на бумаге записывал, сколько он сам и члены его бригады каждый день выпивали водки. Один пил каждый день по 150 грамм. И у него ровненькая такая линия с вот такими зубчиками. Сам Венечка пил каждый день то много, то мало, то потом он не пил. И у него вот эти вот горы, долины, Гималайи и так далее, вся эта красота. Когда он придумывает, смешивает алкогольные напитки, чтобы делать коктейль, возникает целая поэзия. Книжку надо читать, она замечательно написана. Она очень смешная многими местами. Она очень многими местами грустная и трагическая. Так вот в этих коктейлях, которым он дает название из Библии, Вифлеемская звезда, Иорданские струи, то есть кто это знает, что такое Вифлеем? Это город, где родился кто? Иисус Христос. И взошла звезда, которая говорила о его рождении. Иордан – это река в Израиле, в той самой Иудее, где 2000 лет тому назад происходило таинство крещения. А тут алкогольные напитки названы вот этими словами. А он смешивает там такие ингредиенты, что если нормальный человек выпьет, то он умрет. Там пиво смешивается с лаком для мебели, с жидкостью от потливости ног, с какими-то ядохимикатами против тараканов, мук и еще каких-то насекомых. То есть пить это нельзя. Это абсурд. Что это такое? А это та самая гротескная поэзия, когда человек пытается, если в этой жизни у него все лишено какого-нибудь смысла, он пытается найти там вовне смысл, не в реальности, а где-то в своем воображении. И таким образом вот этот абсурд все время смешивается у Венечки Ерофеева в очень противоположные вещи. Красивое описание и мерзкая реальность. Кто такой Венечка Ерофеев, если коротко? У него много ипостасей, много вариантов. Я назову только один. Венечку Ерофеева многие критики литературы Веда называют юродивым, блаженным. Ну, кто такие юродивые, блаженные? По-современному говоря, это люди немножко не в себе или неадекватные, или сумасшедшие. Или, как говорит ваше поколение, те, у кого крыша поехала. С оттенком обычно каким? Отрицательным, негативным. В средние века юродивых и блаженных почитали и уважали. Ну, на Красной площади стоит храм Покрова. Никто даже и не помнит, что он так на самом деле называется. Ну, во всяком случае, специалисты, наверное, знают, москвичи знают, а все знают его как храм Василия Блаженного. То есть вот его определение с маленькой буквы превратилось в его фамилию. И храм его именем до сих пор называют. В Центральной Азии, в Средней Азии, в Таджикистане, в Узбекистане, в Казахстане, в Туркмении в средние века были дервиши. Это исламские монахи, которые проповедовали аскетизм, были суфистами. Еще раньше, до ислама, были так называемые девана, то есть в переводе с фарси, это значит одержимые девами, бесами, если по-русски говорить. Их тоже почитали, потому что к ним приходили видения, они были пророками. Да, они были не вполне нормальными людьми, но нам, обычным людям, все время хочется куда-то заглянуть туда, в другой мир. И поэтому в венечке Ерофееве как раз-таки сочетается вот этот низ, его алкоголизм и все остальное физиологическое, и вверх. Он разговаривает с ангелами, ангелы ему отвечают. Он обращается к Господу, и Господь Бог ему отвечает. Но ближе к концу, когда мы понимаем, что что-то произошло, и снова автор Ерофеев не дает нам ответ, что произошло. Мы можем не в реальности определить причины происходящего. Еще раз повторяю, причины и следствия здесь разорваны. Мы можем выйти за пределы этой реальности, как говорят философы, в метафизику, и там попробовать найти ответ на эти вопросы. Что же произошло с венечкой Ерофеевым? По всей видимости, он совершил что-то страшное. По всей видимости, может быть, не что-то одно, а у него накопилось множество грехов. И эти грехи в конечном итоге надо искупать. То есть есть мелкие грехи, а есть смертные грехи, за которые человек должен расплачиваться только своей жизнью. И другого способа, по сути дела, искупить эти грехи нет. Поэтому, когда в очередной раз главный герой не смог приехать в Петушки и очнулся снова на площади Курского вокзала, его вдруг начали преследовать четыре непонятных человека, которых сразу называют убийцами. В конечном итоге они его догнали, догнали в каком-то доме, в подъезде, куда он пытался спрятаться. Спрятаться ему там не удалось. И я прочитаю вам последние, наверное, маленькие два абзаца, когда эти убийцы, четыре человека, не говоря ни одного слова, накинулись на него. Пытался Венчик Ерофеев обратиться к ангелам, чтобы они его защитили. Ангелы в ответ только засмеялись. Смех ангелов становится жестоким. Он обращается к Господу Богу. Бог молчит. То есть, если он на протяжении всей книги, всего текста с ними разговаривал, то теперь он остается беззащитным в полном одиночестве перед этими страшными и жуткими убийцами. Они его схватили, пригвоздили к полу, и тут случилось ужасное. Один из них самым свирепым и классическим профилем вытащил из кармана громадное шило с деревянной рукояткой. Может быть, даже не шило, а отвертку или что-то еще, не знаю. Но он приказал всем остальным держать меня за руки. И как не защищался я, как они пригвоздили меня к полу совершенно ополоумевшего. Зачем, 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 вормотал я. Они вонзили мне шило в самое горло. Я не знал, что есть на свете такая боль, и скорчился от муки. Густая красная буква Ю распласталась у меня в глазах, задрожала. И с тех пор я не приходил в сознание и никогда не приду. Литература имеет странную вещь. Она иногда предсказывает странные вещи. В 1969 году еще молодой, будем говорить и здоровый, Венедикт Ерофеев написал вот эти слова, что ему вонзили в горло отвертку, и он умер. В 1990 году Венедикт Ерофеев умирает от рака горла. Совпадение на 100%. То есть автор предсказал свою собственную смерть в мучениях, в боли и все, что с этим связано. Постмодернизм, таким образом, оторванный от реальности, вдруг устанавливает с ней какие-то вот такие чрезвычайно важные связи. Поэтому в постмодернистском этом произведении, которое открывает нам всю постмодернистскую литературу русскую, есть и старые традиции, и все новое, что там есть. И дальнейшее развитие русской литературы во многом идет, следуя традициям именно Венедикта Ерофеева. Мне очень нравится последнее заключение, которое я хочу сделать, потому что об этой книге написано много. Уже даже проходили конференции, посвященные этой книге. Но два наших литературоведа, критика, Петр Вайт и Александр Генис, нашли очень точное определение для поэмы Венедикта Ерофеева. Они сказали, что это гениальная болтовня. Так вот, гениальная болтовня, которая, по сути дела, оказалась знаковым произведением для 20 века и открывает, по сути дела, новую страницу в русской литературе. Хотя постмодернизм как направление уже уходит на нет, но традиции им заложенные и его находки из литературного процесса никуда не ушли. Этой теме у нас должно быть еще посвящено практически...